Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас видео по очередному обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, в чём суть этого обновления, какие новости, в принципе, вышли на этой неделе, и что же ждёт нас уже совсем скоро. Так что устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаёчек или же седлайте своих коней, и поехали! Итак, начнём с того, что нам добавили сюжетное задание, связанное с духовными наездниками. Это продолжение той истории, когда, спойлер, если вы уже прошли почти до конца или уже прошли всю сюжетку, то, надеюсь, вам будет интересно это посмотреть. Кстати, а если же вы не приходили сюжетку, то либо проматывайте, либо можете смотреть дальше. В общем, это продолжение той части, которую мы выполняли с фрипом, где его модельку обновляют. Это продолжение, так как в тех квестах не было двух персонажей, не было Анны и Алекс, насколько я помню. Поэтому сегодня у нас такие заданки, что мы должны их найти, отправиться, точнее, на их поиски. Но, говорю сразу, я эти задания выполнять сейчас не буду, просто покажу, как и чего. Это вы должны приехать в деревню Вейлдилл, и вот там, где всё началось, будут стоять Линда и Лиза. И после чего начнётся задание, такие мини-сюжеточка по поиску Алекса и Анны. Но помогать нам будет Ведьма Пи. Неожиданно, конечно, но да. Приключения обещают быть очень интересным и захватывающим. Если это действительно так, те, кто уже прошли данную цепочку квестов, напишите, пожалуйста, комментарии, понравилась ли вам она или нет. Потому что, как видите, я ещё её даже не проходила, и в этом видео не буду проходить, а просто рассказываю о сути данного задания. Также в этом обновлении, точнее, в обновлении на этой неделе, нам напоминают о том, что волшебные кони Виндфеллы, которые стоят в Морлэнде, покинут нас 2 марта. Это уже совсем скоро, поэтому, если вы оттягивали для покупки этих магических шайеров время, то советую уже решиться и покупать их или всё-таки нет. Так что до 2 марта у вас ещё есть возможность их купить. Также на этой неделе нам сделали неожиданный сюрприз. Нас ждут новые, я даже не знаю, обновлённые или не обновлённые, нас ждут новые очередные магики. Это, да, опять магики, слишком много лошадей, не успеваем их покупать. Это 2 марвары магических, Беркер и Ханами. Наверное, так правильно произносятся их имена. Ну и суть в том, что это лошадь берёза и лошадь вишня. Вам это никого не напоминает? Я думаю, да. Я думаю, большинство помнят, что есть такие лузитаны, берёза и вишня. Ну, так вот, прям в посте было прописано, что это лошади вдохновлены предыдущими волшебными магическими лошадями Берёзы и Саковой, которые не вернутся на Юрвик в будущем, потому что они были эксклюзивными в течение определённого периода временной. Поэтому эти 2 марвары магических, Берёзы и вишня будут заменой стареньких лузитанов. А жаль, я надеюсь, что всё-таки в будущем следующие поколения игроков смогут их себе покупать. Но, видимо, не судьба, что очень грустно. Следующая новость, которую нам немножечко проспорили. Все знают, что когда команда Star Stable выезжает на какую-нибудь племенную конюшню или просто в конюшню, где есть какая-то определённая порода, это знак, что в будущем, уже в скором времени, данную породу они будут разрабатывать и внедрять в игру. Именно на такую ферму, конюшню, они отправились, на которой было много лошадей породы Хафлингер. Следовательно, можно уже ожидать, что весной или летом нас ждут обновлённые Хафлингеры. Хотя, если честно, я уже, наверное, больше жду шайров, чем Хафлингеров и мустангов. Но так как я очень люблю породу Хафлингер, мне очень интересно посмотреть, какими же милашками они должны получиться. Ведь должны же, да? А следующая новость у нас тоже очень интересная. Это подкидывание нам информации по поводу обновления наших с вами персонажей в 2022 году. На этой фотографии мы видим разработку телосложений пока что, трёх типажей, и немножечко светотени на данных модельках. Ну и также эскизы. Разработчики говорят, что это всё не так просто, и, казалось бы, внедрить несколько телосложений. И цвета кожи очень просто. Но не забывайте, что в игре существует своё собственное освещение, которое не стоит на месте, а движется прямо за солнцем. И в зависимости от освещения будет по-разному смотреться различные типы и цвета кожи. Поэтому работа над этим проводится очень долго разными командами с проверкой вплоть до малейшего пикселя. Так что не нужно ждать, что уже в начале 2022 года, весной или летом, нам обновят персонажей. Я думаю, обновление персонажей будет в конце 2022 года или в середине, но явно не ранее. А на этом, собственно, такая мини-новостная версия закончилась. Но осталось только посмотреть, что же ждёт нас на следующей неделе. А на следующей неделе к нам вновь приезжает человек, который приводит с собой гонки для специальных пород. Так что ждём следующего обновления, которое состоится уже в ближайшую среду и узнаем, для каких же пород нам завезут гонки. Так что на этом всё, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать целых лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. Ой, побольше бы вам иска на покупку коней. Субтитры подогнал «Симон»!